Продолжаем общаться в нашем медиадепо на стенде ОАО «РЖД» в рамках Петербургского международного экономического форума с его участниками. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. У вас насыщенная программа, мы вас хотели пораньше поймать, но никак не получается. У вас встречи, это замечательно, что действительно есть возможность у вас обсуждать, говорить, участвовать в сессиях. Ключевые мероприятия и в прошлые годы, вы всегда активно в них участвуете, выступаете. Это непосредственно ШОС, шанхайская организация, и всегда на повестке транспортные коридоры. Что изменилось там, скажем, за последний год, момента прошлого МЭФ, улучшились показатели, новые какие-то проекты, цифры. То, о чем надо говорить и гордо заявлять на этой площадке. Да, конечно, спасибо большое. И действительно, мир меняется очень динамично. Ну и мы, как компания, обеспечивающая практически 86% перевозок в нашей стране, тоже меняемся. Меняемся в соответствии с теми задачами, которые ставит перед нами время правительство Российской Федерации и наши клиенты. И сегодня на форуме очень многие участники из иностранных, это более чем из 130 стран, всегда отмечали, что у нас торговля, торговля. Но основной еще элемент, который в этой торговле присутствует, это логистика. И страны ШОС на себе это точно все это видят и чувствуют. Поэтому не секрет, что на объемы перевозок стран-участников приходится две трети мирового грузооборота. Это колоссальная цифра, колоссальный объем. И сегодня этот объем постоянно нарастает. Нарастает почему? Потому что все страны-участники, которые входят в ШОС, это страны дружественные с нами. И у нас с ними грузооборот растет. И растет экспоненциально. Это здорово. И это все отмечают. К чему это ведет? Это ведет к тому, что это новые рабочие места, это открытие новых предприятий и новые возможности. Вот сегодня мы живем в этом мире. И переориентация произошла, ведь еще большого потока грузов, да? Именно вот как раз в эту сторону. Совершенно верно. И если говорить о дружественных и недружественных, у нас вот наши объемы перевозок с дружественными странами возросли на 67%. Притом с недружественными, кто не хочет с нами работать, уменьшились на 70%. И вот у нас на наших дорогах, в том числе здесь, в Санкт-Петербурге, на Октябрьской дороге, принято уже вот в этом году дополнительно почти 1000 человек для обеспечения возрастающих объемов перевозок. А в соседней Финляндии уволили 2000 человек железнодорожников. И это только железнодорожники, а еще и предприятия. Ну вот это реалии сегодняшнего дня. Но мы смотрим на себя, на наших соседей, которые развиваются и хотят развиваться. Объемы перевозок растут по всем направлениям. Ну вот сегодня, выступая на сессии «Россия и Китай», Олег Валентинович приводил цифры, которые впечатляют. Это в три раза, в полтора раза у нас возрастает объем. И Восточный полигон будет развиваться уже к концу 2024 года. Это 180 миллионов, а к 2030 – 210 миллионов. Колоссальные цифры. И это только в одном направлении – коридор Восток-Запад, Восточный полигон. Также развивается и коридор Север-Юг. О нем тоже сегодня очень много говорили и говорят, потому что это новое направление, которое появилось в связи с изменяющейся геополитикой. И темпы роста на коридоре Север-Юг тоже впечатляющие. Объемы по восточной ветке этого коридора растут в десятки раз. В десятки раз. Мы по результатам этого года планируем перевести 1 миллион грузов. В прошлом году это было порядка 50 тысяч. Колоссальный рост. И я уверен, что это будет сделано. Более того, это будет развиваться. И вот те соглашения, которые подписаны между правительством Российской Федерации и Ираном по строительству недостающего участка западной ветки коридора Север-Юг, тоже говорит о чем? Говорит о развитии. И это развитие будет. На первом этапе это 15 миллионов тонн. Но перспективы, как уже говорил на сессии как раз Олег Политинович Белоозеров, в перспективе до 100 миллионов. То есть вот такие возможности, но это накладывает и ответственность на нас, на железнодорожников. Не только Российской Федерации, но и смежников. И поэтому сегодня РЖД работает для развития международных транспортных коридоров и с нашими соседями. Мы развиваем пропускные возможности вместе с белорусскими коллегами. Вместе с Казахстаном планируем открыть новый погранпереход на границы Казахстан-Китай. Для чего? Для того, чтобы наши грузы и наши грузоотправители быстрее попадали через Казахстан в Китай и увеличить провозные возможности. Азово-Черноморский бассейн также прирастает объемом. Вот эти направления все растут. Сегодня каждая третья перевезенная тонна российскими железными дорогами – это внешнеторговые перевозки. Это очень хороший результат. И вот мы когда обсуждали вместе с участниками объединения ШОС, мы об этом говорили, о наших новых возможностях. А на сессии с коллегами со стран БРИКС то же самое. Это тоже огромный потенциал и огромный объем перевозок. Но очень важно, как говорила представитель ЮАР, а ЮАР сегодня председательствует в БРИКС, для нас очень важно обучение. И мы со своей стороны предлагали, и я озвучивал те возможности, которые у нас есть здесь, в России. Девять наших профильных университетов, наш корпоративный университет. Это вызвало колоссальное удивление, то, что наш корпоративный университет является по рейтингу, теперь уже по запрошен, лучшим в мире. Это факт, которым надо пользоваться. И мы предложили всем странам-участникам БРИКС, и не только участникам, а и другим тоже, пользоваться этими возможностями. И уже сегодня у нас есть заявки с других стран, от наших коллег-железнодорожников, на обучение в университете. Мы специально разработали программы для иностранных специалистов, чтобы они могли приезжать к нам, и наши преподаватели приезжали бы за границу, и там проводили бы тоже обучение. Что это даст? Это позволит нам разговаривать на одном языке и понимать друг друга даже не с полуслова, а просто по взглядам и по одному звонку решать все, что необходимо решить. Вот такие взаимоотношения, они говорят о многом. И возвращаясь к коридору Север-Юг, была очень тоже важная встреча с министром транспорта Ирана. И обсуждали много вопросов, связанных с транспортом, в том числе с железными дорогами, есть проблемы. И в конце министр обратился к Олегу Валентиновичу и говорит, Олег Валентинович, дайте ваших специалистов, пусть они посмотрят, как нам развивать нашу транспортную систему, связанную с портами, с железными дорогами, с автодорогами, чтобы объединить города, наши производственные кластеры. О чем это говорит? Это значит, в нас верят, знают про нас и доверяют. Вот этот уровень доверия, он дорогого стоит, но это вот все достигнуто результатом труда наших работников, наших сотрудников, не только руководителей, а там даже и сигналистами, монтерами пути, электромеханиками, машинистами, проводниками. Вот такой результат сегодня мы имеем. И это очень хороший результат, которым можно гордиться. Программа деловая очень насыщенная, и вот ваши слова тому подтверждения, сколько у вас встреч было, да, есть эмоции, есть результаты, есть договоренности. Говоря о каких-то контактах, связанных документально, да, я имею в виду соглашений, что что бы вы хотели бы здесь сказать на площадке, вот сейчас есть возможность. Да, было подписано очень важное соглашение между нашей компанией «Бизнес-Актив» и портом Циньчжоу. Это крупнейший порт на самом юге Китая. И был и директор порта, и вице-губернатор этой провинции. Очень позитивная встреча в части чего? Этот порт сегодня хочет выстраивать не только логистические цепочки по морю, в порты северо-запада, Санкт-Петербурга, но и также развивает и сухопутные маршруты через Монголию. Для нас это очень важно. То есть вот здесь мы видим такой симбиоз и взаимное желание развивать сотрудничество. Это точно соответствует интересам наших стран и наших компаний, как портовой компании, так и российских железных дорог. Мы не готовы уже в этом году направить от 4 до 8 регулярных рейсов кораблями, продукцию возить из Китая в наши порты северо-запада, а здесь уже распределять ее по железной дороге. И загружать уже продукции с наших российских отправителей, наших российских производителей и отправлять ее в Китай морем. То есть это опять плюс к нашим перевозкам по железной дороге, и это опять открывает новые возможности для нашей экономики. А то, что они заинтересованы в развитии сухопутных коридоров, это сегодня реальность, в которой, естественно, мы с ними проговорили, как нам взаимодействовать и организовать взаимную работу вместе с китайскими железными дорогами, потому что без них нам тоже не обойтись. И этот вот такой элемент очень интересный. Это уже мультимодальные перевозки, но которые объединяют интересы многих участников. Но прежде всего то, что они соответствуют интересам наших стран. Что мы и должны делать. Это соглашение было подписано. Уверен, что оно будет реализовываться с очень большой динамикой и с хорошими результатами. Так это еще, если вы упомянули Монголию, для Монголии и соседней тоже перспективы к развитию, если там будет расширяться железнодорожная сеть, или как она будет укрепляться, опять же, за счет компании «Российский железный дорог». Конечно, с участием. Да, компания «Российский железный дорог». И мы планируем встречу буквально на следующей неделе председателя правления РЖД с министром транспорта Монголии, где в том числе и эти вопросы будем обсуждать. Ведь сегодня коридор Китай-Монголия-Россия, он официально действует, и мы видим сегодня возрастающие перевозки. По сравнению с прошлым годом, перевозки возросли на 30% через Монголию в Китай. Наших российских грузов. Это тоже результат. Это результат нашей такой совместной хорошей работы. А перспективы еще больше. Спасибо за эту беседу. Вам успехов. Редактор субтитров А.Семкин